Нарушение правил дорожного движения оказывает решающее влияние на аварийность, приводит к гибели людей на дорогах, а также их травмированию. С начала года в регионе совершено 17 дорожно-транспортных происшествий. Кто виноват, расскажет Наталья Дуркина. Превышение допустимой скорости нарушения правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного опьянения – это далеко не весь список нарушений автомобилистов. В большинстве случаев такого безответственного поведения не только водитель, но и все пассажиры рискуют здоровьем, а иногда и жизнью. На территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, где 3 человека погибло, 18 ранено. Аналогичный период прошлого года – это 23 дорожно-транспортных происшествия, где 2 человека погибло и 23 человека получили ранения. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются нарушение правил проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения и несоответствие скоростных условий к конкретным участкам дороги и нарушение правил проезда пешеходных переходов. Основные виды дорожно-транспортных происшествий – это столкновения, наезд на велосипедисты, пешехода, препятствия и съезд с дороги. Если обратиться к статистике по дням недели, то вторник занимает лидирующую позицию – 5 ДТП. Следом – понедельник – 3 случая и четверг – 2. А вот что касается потенциально опасного участка дороги, то им признана автодорога Наринмар Искателей. Вот дома 59, по улице 60 лет Октября, в районе дома 80, по улице Юбилейная. На этих участках произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и получили ранения 9 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 26%, раненых сократилось на 21%, а вот число погибших увеличилось на 50%. По вине водителя было совершено 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека, 17 ранено. У нас сейчас, в конце августа, было тоже дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Очень многие задают вопрос, жители, что дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие того, что водитель потерял контроль над управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на металлическое ограждение столб, то есть линию электропередач. Вот хочу заверить, что дорожно-транспортное происшествие произошло не из-за того, что вот именно столб стоит, а вот именно что по вине водителя. Окружная госавтоинспекция в очередной раз призывает участников дорожного движения с уважением относиться друг к другу, независимо от того, пешеход вы или водитель. Помните, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет сохранить чью-то жизнь и здоровье.